Привет, мои хорошие, с вами Александр Гоша, и сегодня у нас спустя долгое время моя Minecraft карта The None, да, 6 месяцев назад я сделал обзор на самую старую версию этой карты, а 9 месяцев назад я, получается, обновил её последний раз. Ну, точнее, версия 1.1 была, серьёзно, 9 месяцев назад. И, в общем-то, сегодня у нас снова обновилась эта карта, и это финальное обновление, ну, а мы начинаем. Итак, погнали! Итак, для начала хочу сказать, что это финальная версия, как я и сказал в начале, и это версия 1.1.1, то есть, вот так вот я закончил, получается, The None свой проект, да, в общем-то, последняя версия, серьёзно, и больше обновлений у этого проекта не будет. Но, будет ещё кое-что, пока что не скажу, что. Это будет, так скажем, дополнение к этому проекту, вот, и на этом точно всё закончится у этого проекта, то есть, как-то так. Поэтому можно сказать, что это финальная версия, да, и она маленькая, поэтому я и делаю обзор, вместо того, чтобы сделать трейлер этой версии, да. Если что, ссылку на скачивание я оставлю в описании, да, ну и, в общем-то, давайте-ка начинать. Начнём с разработчиков. Итак, здесь у нас, получается, поменялась моя аватарка, да, всё-таки я её поменял, да, я смог это сделать, но... Ну, даже если бы я её не поменял, то всё равно было бы нормально, потому что, ну, типа, всё равно эта та предыдущая аватарка была моей. Итак, дальше у нас, получается, в информации, получается, тоже изменилась моя аватарка, да, то есть, моя новая аватарка, естественно, может быть, она потом станет старой, то есть, когда уже, так скажем, пройдёт некоторое время, я всё равно сделаю ещё одну аватарку новую. Но, в общем-то, более новую аватарку сделал. Текстура здесь ничего не изменилась, ачивки здесь тоже ничего не изменилось, насколько я знаю, и, в принципе, всё. Если что, у нас тут ещё меньше стало лагов, потому что я кое-что убрал, да, и, в общем-то, давайте-ка начнём играть. Итак, у нас, получается, здесь, опять же, ну, режимы, это понятно. Давайте-ка для начала возьмём легко, потому что нам нужна сейчас монашка будет, вот, для того, чтобы кое-что мне вам объяснить. Так, ну, своё имя, в принципе, можно ввести, но можно и не вводить, потому что, в принципе, пофиг, поэтому не буду вводить, всё. Короче, продолжить. Мабайго, что-то есть, это я исправил ещё в прошлой версии, то, что тут были небольшие баги с этим, да. Да, и вот сейчас вот это вот, она слышит всё, что ты делаешь, будь начеку, и это тоже я исправил. Ну, а, к сожалению, надпись более долго не это. У нас день первый, там она монашка, там, короче, здесь, получается, у нас теперь ограниченные инвентари, да, точнее, ограниченные инвентари, хотел сказать, почему-то инвентари сказал, неважно. Самое главное, то, что у нас теперь ограниченный инвентарь, то есть у нас теперь два слота, потому что я считал, то, что, ну, как бы, два слота, это, ну, точнее, много слотов, это, ну, как-то не очень, я считаю. Короче, у нас, получается, вот это вот горшки не обновились, потому что я решил, то, что это будет как отсылка на старую аватарку мою, вот. И у нас тут пасхалки новые, у нас тут Топси, получается, да, на креслах пасхалки, Фанат 1 здесь, да, здесь у нас, получается, Лёха Хоррор, да, если кто не видит, я чуть-чуть сейчас поближе подойду, и Лёха Хоррор, вот, надеюсь, вы видите. И анимешник К, здесь практически все те, кто играли в карту, точнее, Топси и Лёха Хоррор играли в эту карту, вроде как, насколько я помню. И, получается, ну, Фанат 1 пока что не играл, насколько я знаю, вот, но думаю, то, что поиграет. Ну, и анимешник, вроде как, тоже пока что не играл, но тоже думаю, то, что поиграет. Итак, у нас, получается, ещё вот про монашку я хотел сказать, то, что она теперь не горит, да, то есть в прошлых версиях она горела, сейчас она не горит, и, но в 1.1 это тоже исправлено было. Так что, просто я, получается, объясняю ещё предыдущее обновление, вот, немножко хочу объяснить, вот, и поэтому, ну, типа, просто у нас ещё монашка раньше была, могла заспанироваться, короче, мелкой, вот. Теперь нету такого бага, чтобы она заспанировалась мелкой, потому что Нот-Нот мне подсказал механику, ну, точнее, как механику, просто чуть-чуть переделанную команду. Вот, так что теперь монашка у нас всё время будет спавниться большой, так скажем, да, выросший. Так, ну, ладно, шутки в сторону. Итак, у нас, получается, ну, тут ничего особо не изменилось, то есть, в принципе, проходим, и ничего особо здесь не менялось, вот. То есть, возможно, что-то изменилось, но не сильно, вот, поэтому как-то так. Вообще, эта версия серьёзно маленькая, то есть, здесь особо ничего много не добавило, здесь просто, скажем, финальная версия, которую я должен был завершить. Кстати говоря, у нас монашка убивает с одного удара, я потом это вам покажу, сейчас я не хочу показывать, вот. То есть, было дело то, что просто монашка не убивала нас с одного удара, но это не было ни в одной из версий, вроде как, насколько я знаю, вот. Хотя, это не точно, может быть, и в прошлой версии это было, я что-то уже сам не особо помню, но неважно. Да, ну, просто у некоторых вроде как был бак, а может быть, у некоторых, у некоторых вроде как и не был, короче, как-то непонятно было, вот. Так, ладно, допустим, нам нужна, получается, карточка, да. Самое главное то, что монашка, типа, не сгорает в огне, а это значит, получается, то, что, ну, как бы, у нас монашка не исчезает на сложностях, потому что раньше она исчезала, вот. Но это, опять же, типа, в версии 1.1 было ещё, как я и сказал, ну, исправлено, я имею в виду. Вот, вот, сейчас было опасно. Да, вроде как, багов больше нету, поэтому думаю, то, что, поэтому это финальная версия, надеюсь на то, что всё-таки это финальная версия, то, что багов больше не будет, потому что, иначе тогда, ну, как бы, это плохо будет, вот, если ещё одна будет версия. Потому что я говорю то, что это финальная версия, в итоге потом после этого это нифига не финальная версия. Ну, в общем, короче, у нас получается всё по стандарту, продолжаем проходить, да. Вот, пасхалок больше вроде как я не сделал, то есть это все пока что пасхалочки, да, то есть немного всего, как я и сказал, я добавил в этой версии, просто хочу немножко растянуть ролик из-за того, что, ну, как бы, мало всего добавлено, поэтому я сейчас в монашке попадусь, вот, как видите, она убивает меня с одного удара, даже она как-то не ударяет особо, ну ладно, допустим. Так, ну давай-ка сюда, еще у нас теперь с армор стенда, получается, вот эти вот вещи, которые раньше выпадали, в прошлой версии, короче, выпадали в версии с армор стенда, то есть, получается, нашего дьявола, который на втором этаже, так вот, и получается так, что сейчас вещи не выпадают, вот, ну как не выпадают, они выпадают, но просто они исчезают, когда повторно, получается, начинаешь игру, вот, а раньше они не исчезали, и вот здесь вот могли лежать вот эти вот все вещи, которые, голова, вот это вот, элитры, и вот это вот все, короче, да. Монашка, кстати, даже если нас бьет, то мы не умираем, если, ну, как бы, да, вот, она молится, так скажем, ну и, в принципе, все получается. В принципе, даже с двумя слотами достаточно легко проходить, просто нужно знать, что за предметы нужны, и все в этом духе. Мы сбежали из школы монахини, этот текст тоже был исправлен в прошлой версии, потому что он был, ну, как бы, не полностью, да. И, короче, давайте-ка начинаем на призрак, давайте-ка сразу же я вам покажу то, что все работает нормально, да, то, что не будет вещей с этого армор стенда, у нас призрак-режим, и монашка нас, по логике, не должна убивать, вот. Раньше она убивала почему-то на призрак-режиме, сейчас она не убивает, а... И я не знаю, как это работает, то она убивает, то она не убивает, я не знаю. Почему-то какие-то баги происходят все равно с этим, я не знаю, что за фигня, как бы монашка спавнится на призраке, я точно не знаю, как ее убрать, да, потому что это делал нот-нот, вот, поэтому... Да и к тому же хочется все-таки, чтобы монашка была на призраке, поэтому, если что, если вы умираете от монашки, то просто будьте более осторожными на призраке, хоть и призрак должен был нормально работать, но ладно. Как вы видите, здесь нету вещей, то есть все нормально работает. И, в принципе, это вся версия, да. В оригинальной вообще монашке, Зенан, именно старой версии, там не было вообще призрак-режима, а здесь хотя бы есть призрак-режим. И хоть он иногда богово-но работает, но, по крайней мере, он работает, да. Потому что монашка нас все равно не видит, просто нам нужно быть аккуратными, чтобы не попасться вот так вот монашке, да. Вот. И, в принципе, все. Тем более, она все время практически ходит на первом этаже, то есть на второй этаж она особо не заходит, а на первом этаже ее легко обойти просто. Вот. Так что как-то так. Ну, то есть, если кому-то нужно, чтобы плохая концовка вот так вот была. Кстати, причем, если вот так вот встать, то мы будем прямо гореть. Это, конечно, несколько тоже баг, но... Ну, я, опять же, не знаю, как это исправить. Вот этот вот баг, по-моему, уже никак не исправить, да. Поэтому есть два бага. Карта не идеальна, конечно, но все равно это финальная версия, потому что уже багов практически нету. И уже все сделано. Ну, типа, уже здесь нечего серьезно делать в этой карте. В общем-то, на этом все. Это финал этой карты. Я больше, скорее всего, не буду записывать эту карту. Возможно, еще сериал Монашка выйдет по этой карте. Но, в общем-то, там посмотрим. Потому что... Я не знаю даже, когда она выйдет. Но, в общем-то, этот сериал, я думаю, что все-таки выйдет. Да. Ну, а карту вы можете скачать в описании, по ссылке в описании. И на этом все. С вами был Горь, что здесь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а остались в суток в комментариях. Надеюсь, с этим роликом с друзьями. Также не забывайте нажимать на колокольчик. Всего доброго, до встречи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok